Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли. Сейчас я еду в Лавре, еду в Кус Моторс. Надо поставить Лавра и взять Жигу. А Жигу тем временем отвезти в Лаки Стэйшн. Ребята хотят на нее посмотреть и снять кое-какие мерки. Об этом позже расскажу. Сейчас хотел сказать, что вот эта тема с люфтом или с ударами, помните у меня вот она осталась, которые проявляются на мокрой погоде, на ледяной погоде, она прогрессирует и вот сейчас я еду там 3000 оборотов, отпускаю чуть газ, чуть-чуть нажимаю и прямо слышно вот здесь какие-то вибрации. Раньше такого не было, поэтому становится все хуже и хуже. И мне кажется, что скоро что-то сломается. Припарковал Лавра, пусть он пока постоит тут. Жига прогревается, напомню, что она в принципе готова к зиме. У нее спереди стоят вообще новые покрышки, сзади стоят покрышки спереди, которые стояли, там шипы есть. Они даже не стерлись, когда мы по-мокрому катались. В бус-модорсе идет работа, парход делает цифира, семерка еще тут зимняя какая-то, на летней резине, кстати. Здесь мы можем видеть тюнинг, видимо, на эту лайбу. Задние дисковые тормоза, причем комплект под два суппорта. Смотрите, какая планшайба. Новые рулевые тяги, гидроручник, нормас. Выехал на Жиге, мы же здесь еще меняли тормостат. Надо проверить на ходу, когда буду ехать по кольцевой, например. Включить печку и посмотреть, как она дует. Теплым или холодным. Погода все портится и портится. С утра было вроде как сухо, хотели на Сливе катнуть. Сейчас приеду в Лакис, подумаем, ехать на Сливе или нет. Блин, дождь идет. Когда уже на Сливе можно будет покататься? Семен, расскажи, зачем тебе Жига? Жига, там парни рисуют модель каркаса, на Жигу будем делать каркасы. Нужна просто тачка с каркасом, чтобы посмотреть, как он там стоит. У нас уже, в принципе, готово отрисованное пространство Жиги внутри. Каркас уже, ну, наши задумки реализованы. Хотим посмотреть, как выглядят готовые изделия, чтобы какие-то корректировки сделать. Дорогой будет каркас? Да не, недорогой. Не дороже тех каркасов, которые сейчас продаются. Просто это будет наш с какими-то уже изменениями, то есть, ну, не как обычно. Посмотрим. Сейчас пока проектируем. Просто задумка в том, что пришли ребята, говорят, давай делать коллапс с нами. У нас офигенное производство. И решили попробовать на каркасах. То есть, ну, им надо понять, как мы можем работать, какие модели мы можем делать. Плюс нам надо понять, какие они могут делать изделия. Поэтому они сейчас сделают пробный каркас на Жигу. Мы посмотрим, как они там гнут трубы, как они делают эти соединения и прочее. И дальше уже будут более серьезные изделия. В том числе, может быть, и на Жиге, потому что это реально ходовой товар. То есть, там можно сделать какие-то подвески интересные и прочее. Если каркасу будет легче 50 кг, это будет хорошо. Мой каркас весит где-то 50, а может и больше. Посмотрим, да. Ну, нашу модель можно будет посчитать, прям, сколько он будет весить. Ну, прям в программе. Если бы он весил, как каркас Куска на сливу, было бы вообще офигенно. Каркас Куска сколько весит? Ну, он очень легкий, я не знаю, просто если взять дугу каркаса Куска и каркаса как бы отечественного, то отечественное в два раза тяжелее у него. Ну, посмотрим, да, вот это тоже интересно, потому что тоже хотим посмотреть на изделия, которые есть на рынке, потому что с этим никогда не работали с Жигем. Понял. Ну, а мы решили закатнуться все-таки на сливе. Хоть и погода плохая, ужасная, скажем так. Не для хороших покатух, не для проверки, там, трансмиссии, проверки мощности и настроек. Но, блин, надо уже просто прокатиться, затестить, посмотреть, все ли работает. Вот и все. Выехали тестить сливу. В принципе, как обычно, в пробке в 6 часов вечера. Очень хочется, чтобы, конечно, дороги были пустые, чтобы нажать газ в пол. Этого еще сделать не получилось. Но зато тестим коробку. Сейчас покажу, как она работает. Я-то думал, что только с третьей на четвертую можно переключаться без сцепления. А оказывается, еще со второй на третью можно. Это большой плюс в дрифте. Такое ощущение, что я ломаю эту коробку, но на то, чтобы надо привыкнуть. Терранист. Карточка не очень у нас получилась, конечно, такая прям испытательная. Мокро, да, буксует все. Я посмотрел на датчик давления, который мы туда прикрутили. В принципе, то, что я и ожидал. Он в нуле, либо чуть-чуть ниже, а когда происходит отстрел, он чуть-чуть поднимается, буквально 0,1 бар. В целом, меня это устраивает. В дальнейшем добавлю туда какой-нибудь клапан, что-нибудь придумаю. Но сейчас можно ездить безопасно, все работает, все круто. Ты расскажи, что про датчик давления, потому что мы про него вообще не говорили. Да, мы про него не говорили. Я датчик давления DeFi, вот этот будильник буста, который в салоне, я его подключил на масляный щуп, чтобы посмотреть давление в картере, когда мы будем кататься и посмотреть, как работает маслоуловитель. Нет ли там где-то лютой затычки, что выхлоп начнет надувать картер, чтобы у нас там сальники не выдавило потом. Вот, хотел это проверить. Проверил. Теперь все в штатном режиме работает. Да, ну на стенде я, естественно, подключу это еще разок. Может не к DeFi, может к какому-то своему датчику более точному. Но на стенде, да, тоже буду мониторить эту тему. Сейчас приняли такое решение, на сливе покатаюсь этот вечер, то есть сегодня. Может быть к ночи вообще будет сухо, я надеюсь. Если, в принципе, сейчас дождь не будет идти, то к ночи, возможно, будут сухие дороги и получится нормально навалить. Даже если будет мокро, все равно навалим. Я сейчас сделаю режим маленького буста, то есть единичка. Это получается сейчас минимальная мощность, которую можно включить? Попробую погонять, надо испытать коробку, потому что как работает, я еще не понял. Все равно со сцеплением ее включаю по, так сказать, по автоматизму. Потому что сложно перестроиться, что там с первой на вторую она не кулачковая, со второй на третью кулачковая, с третьей на четвертую кулачковая, с четвертой на пятую не кулачковая. То есть к этому надо реально привыкнуть. Но тема очень крутая, это прям чувствуется, что переключения уже быстрее стали, даже если чуть-чуть там со сцеплением это делаешь, что переключение быстрее. И это очень круто. Плюс в дрифте можно, получается, со второй на третью переключиться без сцепления, насколько я понял. Не совсем там без сцепления, чуть-чуть его нажать, и скорость уже сама запрыгнет. Здесь в боксе стоит 13-я Сильвия, только что приехала с обкатки, я так понял. Смотрю на ее диски, это реплика. Но она, кстати, прикольно выглядит, если пару комплектов таких на Лавру в следующем сезоне обновить стиль, так сказать. То есть рота мне тоже нравится, конечно, но с полочкой выглядит симпатично. По жопе у нее получается расширение, скорее всего, Димакс, или какие-нибудь такие спойлер Рокетбани, задний бампер, не знаю, что за бампер, возможно, Рокетбани. Верхний козырек, не помню, кто производитель, ну или еще я копия. Возможно, Димакс. По морде у нее, кстати, очень похоже все на Лавра, потому что у Лавра такие же крылья. Это Димакс плюс 50. Передний бампер Рокетбани. Капот не знает, что за производитель, потому что здесь вот такая вперед, такая прям линия его. Не знаю, как он называется. Кстати, прикольно смотрится, когда бампер передний Рокетбани, ну и спойлер Рокетбани, ну DuckTales. А все остальное получается Димакс. Очень лаконично смотрится, потому что у Рокетбани, как вы помните, у них вот большие достаточно фендеры идут. То есть сзади и спереди. Если вы не делаете большой вылет колес, то, наверное, Рокетбани-то он и не нужен. Адаптация сливы в пробках проходит просто успешно. Я сейчас направляюсь в Бус Моторс, потусить там немного, переждать вообще весь трафик. И как раз еду вот в час пик по городу. Ну, слива вполне городская тачка, можно передвигаться. На сцеплении я там научился плавно ездить. Вообще нормально. Минут 30 назад попал в небольшую ямку, стукнулся, смотрю, бампер отлетел. Закрепил на хомут. Сейчас думаю, что там так трет? Сломался кусок бампера. Но ничего страшного изнутри. Там прям низ его оторвало, получается. Загнали сливу, чтобы поставить проставки. Я тут купил себе сантиметровые универсальные. Хотел поднакинуть на жопу, чтобы выровнять базу более-менее. Потому что сейчас в Эст-Лейке стоят прям в арках. А, норму ли вообще? Еще даже можно было навалить, но уже некуда приставок. Ну, хоть суша выпрямилась более-менее. Мы сейчас попробуем зафиксировать вот этот остаток. Или удалим. Да, да. Ровненько так стесался еще. Вы не поверите, куда я беру. Вы только что дрифтанули, у нас улетело колесо. Чтобы вы понимали, что за жесть. Я не успел включить камеру, естественно. Потому что не думали, что будет какой-то эпик. Все нахрен? Дичь. Это просто дичь. Мы вылетаем оттуда, делаем манджи, и у нас просто колесо отлетает. На чем мы остались, непонятно. С проставки срезала все шпильки. Серега пошел искать гайки. Лучше в традициях Жигули просто срезала все шпильки. Много манипуляций с домкратом. И теперь мы можем нормально поднять машину. Люди даже останавливаются, спрашивают, нужна помощь. Улов как? Улов, сколько две гайки. Две гайки? Ну, больше я не нашел. Одну я нашел прямо вот здесь. В начале. В начале. Одну вот здесь, другую в начале. Больше ничего не нашел. Кто мне их открутил-то? Да их не открутил. Их просто сломало. А, да? Слушай, ну уверенно ехали. На хороших углах. Хорошие углы. Жалко не снимали. Надо, чтобы подумали, да что такого-то. Все стабильно. Оно почти улетело в него колесо. Аккуратно едем в Бус Моторс. Это мы выехали на лавре посмотреть, где стучит. Решили это затестить в дуге, так сказать. Мы благополучно добрались до бокса. Колесо спустило. Улетел фендер, но Серега его нашел. Улетел бампер. Мы его закрепили так, чтобы доехать. Ну и, соответственно, шпильки срезало. Кстати, а тут не срезало? Нет, тут нормально все. Шпильки срезало не от того, что оно было плохо закручено. Серега сказал, их срезало именно из-за вот этого резонанса, который мы, кстати, поехали тестить. Как я уже сказал. Крайний раз я колесо менял тогда на споте, когда был дождь. Еще с белой сливой валили. Но я помню точно, что я прикрутил, по несколько раз все проверил. Поэтому это точно не из-за этого. Их просто срезало. Пархо, привет! Привет, Серега! Пархо на полном кастоме. У него тут дело движется. Почти готов башбар. Твой первый башбар. Да, мой первый башбар. Первый был вот, который накосачил, и он уже обрезан. Ты переделал, это второй башбар. Да. Скоро будет крепиться к этой морде на трубах. Давайте отгадаем, на какой серии Серега покажет уже готовую машину. Через 10. Да не, не, я думаю, через 3-4 серии будет готово. Точно. Стараюсь. Значит, через 3-4 дня. И Леха сейчас такой. У, ес! Да, лучше тогда выпусти эту серию через недельку. Да, никак не получится. По бамперу делается. Здесь у нас Гоша Нажига. Он только что прикрутил вот такую вот кулису. Очень бюджетный вариант. Она на Клаб Турбо стоит 650 рублей, да? Ты ее у Перекупов купил за 800. Да, все верно. О, ручник. Подгон Сергея Стилова. Спасибо. Да не за что. Ну, такой, низковатый, конечно. Да, да, да. Под него или площадку, или ты хочешь просто вот здесь распилить. Не знаю. Варыш сделать какой-то. Слушай, ну, ручник на самом деле это нормальный. Да, он хорошо работает. Просто его надо повыше. Или надо его тебе сюда делать, как я. Я специально сделал такую палку, чтобы... Ты не хочешь, да? Ты хочешь именно за рулем, чтобы он был как на Бэшке, чтобы. А палку ты поставил специально вбок? Да. Чтобы можно было сюда внедрить ручник. Ручник, кстати, SteelSect. Мне в позапрошлом, по-моему, году присылали его, или в прошлом. У него стоит цилиндр Deonexia. Тоже зарекомендовавший себя цилиндр, как и от Е. У меня даже такой на Бэшке стоял и работал. Ковши установлены. Тут Spark, оригинал. Ну да, вроде бы. За дешево, да, достался? Шильдик. А здесь какой ковш у тебя? Здесь у нас Bimarka, Cobra 2. За сколько куплены ковши? Ковши две штуки, 14 тысяч рублей. Бюджетненько. Да. За оригинал так. Вот это, слушайте, я не знаю, это оригинал или нет. Смотри. Судя по всему, это оригинал. Слушай, ну, похоже на оригинал. Нет. Он перешитый? Перешитый вот этот боковин, они были в дрянь порваны. Ну, я понял. Я в центр остался, видишь, он чуть-чуть отличается по тонну. Да не, почти не отличается.